Она, скорее всего, инновационная для рынка России, система дозирования. Существует она и создана была как и система предварительной подготовки. Обе системы были созданы компанией «Вермок» и впервые реализованы именно ей на рынке клиникам в мире. Сейчас уже очень много последователей, в частности, с кандидатской стороны, используют эту систему. Чем отличается система дозирования от системы предварительной подготовки и чем она похожа на нее? Система дозирования была создана специально для объектов правоохранения. В контейнере находится определенная емкость, которая наполняет дезинфицирующим раствором. С помощью педали, нажимая держателем, влага подается, как сообщающийся звук, вниз. Вы увлажняете насадку непосредственно перед работой. То есть в течение дня сотрудник насадки перевозит сухими. Он увлажняет их непосредственно перед началом работы. В этом есть, соответственно, существенный плюс, потому что если работают дезинфекцией, они очень агрессивно действуют на материал. Вот пример хорошей дозирующей ванны стоит на комплексной тележке. И что хочется отметить, что с помощью дозирующей ванны и двухсторонних насадок можно производить двухшаковую борту, о чем мы говорили вначале. Если насадка двухсторонняя, мы имеем возможность одну сторону увлажнить, вторую оставить сухой, сделать размывку и обстушить второй стороной поверхности. То есть система дозирования на сегодняшний день – это самая прогрессивная и идеальная система, для использования здравоохранения. Система смены моющих насадок дозируется средство непосредственно перед работой и возможность производить двухшаковую борту двухсторонними насадками. Система убирает устойчивое загрязнение, потому что есть хороший шаг. Это логично. Двухсторонние моющие насадки, в принципе, и держатели появились не так давно. Я думаю, что это в конце 90-х годов, даже в своем итоге. Очень интересный способ одевания. У многих производителей он делается по-разному. Кто-то это делает механически на пауру бесконтактно, кто-то рукой. Система получила премию за лучшую разработку на нашей же выставке в 98-м, в 2000-м году, когда она произвела здесь фурор. Она не была востребована в то время. С ней тогда рынок только познакомился. И ничего подобного в России тогда еще не видели. Система двухсторонних моющих насадок для чего состоит? Для того, чтобы увеличить, соответственно, площадь уборки. Это экономическая составляющая. Сотрудник меньше меняет насадки, меньше подходит к ведру. Соответственно, и такие системы уже используются также и с отжимой. К сожалению, громоздкие и плоские. Восстолько такие держатели не спариваются. И очень важный вопрос – это сервисная тележка. Мы с вами сейчас рассмотрели несколько способов и методов уборки. Имея эту информацию и определенные условия, можете уже понять, какую систему сейчас я готов применять. Или будет ли эта система экономически здесь оправдана. Это уже стажен база, на которой мы начинаем делать расчеты. Далее мы уже смотрим, какие у нас потребности в уборке. Если сотрудник у нас убирает еще мусор или протирает какие-то поверхности, соответственно, уже в системе тоннели дёрны появляются бёдра и мешок. Далее, если фронт работ достаточно объемный, он может вывести до комплексной тележки. Мы в России пока комплексные тележки не используем. Основной наш аргумент – они очень большие. Но дело в том, что где-то рабочее место сотрудника. Если вы помните, когда сотрудник подходит в санузел и после уборки понимает, что нужно сменить жидкое мыло или туалетную бумагу в заправе, что он вынужден делать? Он вынужден за ней идти. И вот эти походы стоят вам очень дорого. Время работы сотрудника стоит денег. Поэтому, в принципе, иностранные компании, клининги, они считают рабочие дни в часах. Небольшой опыт, присланный нашим коллегам из Германии. Если вы видите, это офисный центр в Европе. Это Германия. Тележка не нашего производства. Просто очень хорошо видно, что есть запас мобов, расходные материалы такие и сбор мусора. Мы видим, что есть сковоролин, но какая-то уборка локальная есть. Возможно, это само злым, не судя по цвету моба. Это, скорее всего, офисы, имеющие ламинат или дерево. Скорее всего, вечером вот эти контейнеры заполняются моющими насадками. Когда уже расходные материалы находятся на местах. В вокзале Мюнхене тоже видим комплексную тележку. Она двухведенная. Стоят два ведра, средняя часть, сбор мусора и триггер, идики салфетки. Это уже компания Эвермонт тележка находится на вокзале Фьюльни. Мы видим комплексная тележка также оснащена. Ведро с воды отсутствует. Вы видите. В данном случае, хотя мы понимаем, что проходим здесь высокое. Я думаю, что основной комплекс здесь делают полоночные машины, соответственно. Далее уже идет поддерживающая уборка. Это подметание, я вижу здесь совок. Поскольку из держатель, там есть и область, значит, локальная какая-то уборка есть. И какие-то расходные материалы, пакеты, и локальная квартирка вертикальной поверхности. Если все-таки есть необходимость компактности, решение, в принципе, есть. Тележка Шопстер, которая уже два года как есть на нашем рынке, это самая маленькая в мире комплексная тележка. База тележки, это 70 на 40, база двухфейерной тележки. Меньше уже придумать просто нельзя. Тележка находится, вот как видите на фотографии, по пояс, сотрудников, она достаточно мало. Тележка закрытого типа. Что это значит? Это тип безопасности, тип требования законодательства европейского. Потому что данные тележки работают в места большой проходимости, такие как араборта, офисный центр, торговый центр. И когда тележка, бедра тележки не закрыты, химические средства у нас находятся в доступе, и мусорный мешок открыт, соответственно, есть ряд людей, дети, в первую очередь, мусорные или просто интересующиеся, которые имеют доступ прямой. В частности, опасность составляет химические средства и мусорный мешок. В этой тележке две этих составляющие блокируются ключом. Представьте себе момент, даже вот офисный торговый центр, сотрудница приезжает в санузлу, она должна выполнить ряд своих работ, соответственно, она берет инвентарь и покидает тележку. И производит уборку. В данном случае тележка она просто в доступе, особенно химические средства. И чтобы это заблокировать от глаз посетителей, во-первых, безопасность составляет эстетика, она закрывает этот замок и выполняет спокойно свою работу. База этой тележки настолько универсальна, что все системы, которые сегодня мы озвучили, они работают на этой тележке. Вы видите, что составляющая основная неизменно, в некоторых случаях контейнеры отсутствуют, некоторые прибавляются. И база спереди, она уже работает под различные системы. Пластические, плоский моб двухсторонний отжим и системы подготовки и дозирования. Здесь более подробные индивидуальные конфигурации.